Привет-привет-привет, песеры, с вами Морж и уже ставший обычным обзор паков на понедельник. В этот понедельник завозят нам сборную серии А. Вот эти вот футболисты, которые у вас на экране, будут у нас в этом паке. Как обычно, бак за золото, как обычно, три раза можно будет его открыть. И, как обычно, одинаковые игроки в нем выпадать не могут. Сейчас у нас заканчивается АПЛ, потом вот у нас серия А. Значит, в скором времени, я думаю, можно будет ждать Испанию, Францию. Ну, Германии у нас, к сожалению, нет. Что меня не совсем радует в этом паке, как вы видите, Кули Бали у нас еще в Наполе. Поэтому трансферов, трансферов, к сожалению, еще нет. Это, конечно, печально. Konami очень тупится трансферами. И есть и проблема с сайта eFootballHub и, в принципе, и любых других приложений. Сами понимаете, это приложение неофициальное, поэтому иногда рейтинги не совпадают. И здесь прикол в том, что у всех футболистов по 10 навыков на раскидку. То есть, только в понедельник мы узнаем, на самом деле, сколько у кого будет уровней. Тем не менее, какой-то обзор и какие-то выводы можно сделать уже сейчас. Я с вами это сейчас и сделаю. Не забывайте подписываться на Телеграм. Ссылки в описании, ссылки в закрепленном комментарии. Там я публикую свежие новости. Сегодня опубликовал, как получить в игре схему 4.24. Многие интересовались. Так что в Телеграм ходи, смотри, не пропускай и будь в курсе. Ладно, начинаем мы с Тонали. Да, 10 статов тут на раскачку. На максимальном уровне он вроде как должен быть 90. Что хочется по нему ответить? Ну, во-первых, хороший пас низом, пас навесом. В принципе, неплохие умения в защиту. Вполне себе показатели скорости для опорного полузащитника. Также стоит выделить стиль якорь. В прошлой части он был дирижером. Вот, хорошая сила удара, отличная выносливость. В принципе, карточка очень даже интересна. Возможно, это будущий пирла. Много об этом говорили. Ну, посмотрим. Если раскроется, конечно же, было бы здорово. Но при этом скажу, что обычная карточка. Его стоит всего лишь 64 тысячи и качается до 91. Да, опыта в это влить нужно будет гораздо больше. Но 64 тысячи, я думаю, даже самые бедные игроки в пес могут себе это позволить. По навыкам у него все, в принципе, неплохо. И перехват есть для опорника. Есть низкий пас навесом, точность подач. Ну, точность подач, я считаю, что она ему не особо нужна. С центра особо не понавешиваешь. Навыки на пасы плюс дальние удары. В общем-то, карточка хороша. Но, опять же, стоит очень дешево. Вот, поэтому охотиться за ним я бы предпочел обычную карточку. Конечно, если у него не будет больше, чем 10 навыков. Если их будет больше и можно будет тут еще что-то ему усилить, то, возможно, он будет лучше, чем обычная карточка. Дальше у нас Тамори. 91 вроде как на максимуме. Но, опять же, это если 10 статов. Хорошая очень даже скорость и ускорение, как для центрального защитника. Рост 185, в принципе, вполне пойдет. Корпус присутствует. Игра головой присутствует. Защита умеет. Но, само собой, это не топовый защитник. Я думаю, вы это понимаете. Опекун, перехват, боевой дух. Отлично для защитника. Игра головой, да. Верховое главенство называется. Блокировщик, подкат. Короче, все нужные навыки для защитника у него есть. Но, опять же, обычная карточка всего лишь 70 тысяч. Можно позволить себе и обычную. Я, по крайней мере, так считаю. Далее Эрнандес. Но это не совсем тот Эрнандес, которого я так часто хвалю. Это у нас левый защитник из Милана. Потрясающая скорость. И, как бы, все. А, ну и выносливость, пожалуй, тоже потрясающая. В защиту особо не умеет. Пас тоже особо не выделяется. Как бы, хрен его знает, зачем его использовать. Разве что, бегать. Вот, бегать он умеет. Бегать он умеет. Бегать он могет. Вот, был бы на левом полузащитнике. Ну, мог бы еще сыграть. В принципе, можно было бы попытаться поиспользовать. Но для левого защитника, я считаю, что такие показатели в защиту, это просто ужас. А при том, что паса навесом тоже толкового нет. Ну, хрен его знает, как он будет в атаке подключаться. По навыкам у него все неплохо. Стоимость 110 тысяч. Но, как вы знаете, у меня в приоритете Эрнандес, который из Баварии. Дальше. Миленкович Савич. Хорошая, достаточно, карточка. Во-первых, богатырский рост 191 сантиметр. Кое-что умеет в защиту для центрального полузащитника. Неплохими показателями дриблинга обладает. И, на удивление, умение атаковать тоже для центрального полузащитника вполне себе. Скорость ускорения нормально пойдет. Хороший корпус. Но при этом паса навесом, допустим, нет. Хотя он на центре будет играть. Наверное, оно не особо и ему нужно. Игровой стиль атакующий полузащитник. Так что, скорее всего, я бы его использовал не на центральном полузащитнике, а именно на атакующем, чтобы он подключался в атаку. Тут и реализация кое-какая. Так что и пас отдать, и реализовать, и потолкаться сможет. Такой себе почти дзаньола. Назовем это так. По навыкам. Так, ножницы. Один финт. Марсельская рулетка. Второй финт. Сомбреро. Третий финт. Так, так, так. Ну все, больше финтов нет. Но все равно три финта, я считаю, многовато. При этом у него вполне себе хорошая слабая нога и классная физическая форма. Обычная карточка стоит 108 тысяч. Тоже не какие-то баснословные деньги. Боррелья. Представитель Интера. Тут у нас все хорошо и по скорости, и по ускорению. И в защиту парень умеет, и пас может отдать. Хороший центральный полузащитник. Отличный стиль от штрафной до штрафной. По навыкам все ок. Разве что богатырского роста не хватает. Всего 172 сантиметра. Обычная карточка стоит 260 тысяч. И вот Боррелью, Боррелью вполне себе можно половить. Кулебали, который уже у нас не в Наполе. Один из самых интересных реально центральных защитников нашей игры. Из обычных, конечно же. Защиту умеет. Хорошая скорость и ускорение для центрального защитника. Отличный корпус, головой играет. По навыкам все ок. И обычная карточка стоит 300 тысяч. Это у нас самый дорогой игрок в этом паке. Вот за Кулебали стоит поохотиться. 187 сантиметров роста и стиль разрушитель. К сожалению, может занимать только одну позицию. Это немножко печалит. Далее Чалхан. Тут я бы ничего прям особо такого не выделял. Кроме, конечно же, паса навесом. Пас навесом 90 очень даже неплохо. Бежит кое-как. Выносливость тоже присутствует. И я бы скорее ставил его не на атакующего полузащитника, а куда-нибудь на фланг. Налево полузащитника или право. И чтобы он в штрафную вот этим пасом навесом по 90 грузил. По навыкам нормас. И 120 тысяч стоит обычная карточка. Опять же, можно купить обычную и не париться. Берарди. 91 максимум. Но опять же, это если 10 навыков. Тут у него все, так сказать, в балансе. И скорость с ускорением, и баланс неплохой. И пас навесом кое-какой есть. И по дриблингу пацан что-то может. Навыки все в порядке. 110 тысяч стоит. За ним бы я не шел. Вполне себе играбельная карточка, но не более того. Инсинья. Насколько я знаю, он тоже уже не в Наполе. Здесь почти тот же самый Берарди. Вот серьезно. Вот смотришь, практически то же самое. Ну только, разве что на позиции левого вингера. 180 тысяч. Инсинья мне, если честно, никогда ни в одной части не нравился. Тут еще и рост 163. Ну, сами понимаете. Туловище 12-летней девочки с корпусом 56. Не, Инсинья я бы не брал. Инсинья. А вот этого товарища я всегда хвалил. Не знаю почему, но вот он максимально приятный в игре. Это такая себе лайт-версия Ливандовского. Назовем это так. Тоже охотник за голами. Тоже 185 сантиметров. Тоже не особо быстрый. Но при этом с дичайшей реализацией. Инсинья, ой, Инмобили у нас стоит 200 тысяч. За ним стоит поохотиться. Ну и Ханданович. Честно скажу, в этой части я его не тестировал. Но что в 22-й, что в 21-й Ханданович был очень даже надежный. Поэтому вполне себе можно подумать о его приобретении. Но при этом обычная карточка стоит 82 тысячи всего. Поэтому, в принципе, можно купить и так. Назовем это так. Вот. Да, стиль обороняющейся вратарь, как я люблю. 193 сантиметра для вратаря. Все отлично. Вратарские статы хороши. Навыки 3 штуки есть. В общем-то, Ханданович хорош, хорош, хорош. Но, опять же, надо тестировать. Вот такие вот 11 игроков будут у нас доступны уже в понедельник. Пиши, будешь ли ты это открывать. Готов ли ты сливать золото на так называемые фиалки. Раньше они были фиалкой. Теперь я даже уже не знаю, как их называть. Ну и кого ты хочешь поймать. А я тебе с удовольствием пожелаю удачи. На этом буду прощаться. С вами был Морж. Как всегда, пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok